Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Саньон Хактион 12-го года выпуска Вот я его специально завел, не глушу Включен компрессор кондиционера Звук, когда хондер включается Звук появляется стучащий Пробег на автомобиле 77000 2 литра дизель Механика, полный привод Вот стук этот явно хорошо слышно Стук идет снизу Хочу поднять автомобиль Снять колесо, снять боковой пыльник И прослушать С какого агрегата Откуда идет этот стук Стук неприятный Поднимаем Откручиваю Три гайки Головка на 10 И здесь впереди Две пластиковые гайки Они от руки идут Звук Откручивается Трик Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, мне кажется, демпфер оторвался. Сейчас заглушим, подергаем. Слушал слухалкой и такое впечатление, что стук идет именно с нижней части. И я подозреваю, что это цепь. Звук усиливается, и при том он очень сильный, долбящий. То ли башмак развалился, то ли натяжитель. Непонятно. Снимаю приводной ремень. Вот накинул ключ на 19, на натяжной механизм. Сейчас его отвожу вперед и скидываю ремешок. Попробую показать этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ремень скинул, теперь натяжитель отпускаю. Ключ на механизме на 19 и снимаю целиком ремень. Снимаю вот этот ролик, крышечку отщелкнем, чтобы болт открутить. БитАТ-50 наверное. БитАТ-50. 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 натяжной ролик. И чтоб нам его открутить, добраться до кронштейна, приходится делать все эти манипуляции. Откручу две гайки, которые держат у нас бачок гидроусилителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сниму кронштейн. Бачок здесь можем немножко вниз его провалить. Доступа у нас чуть больше становится. А теперь подлазим ключом к болту крепления ролика. Выкрутил я болт. Вот оно торчит, но не вылазит. Его снимать надо вместе с натяжителем и ставить вместе с натяжителем. Открутить смог только, когда приварил головку к пластинке. Головка на 17. Место не позволяет ни накидной накинуть, ни головку открутить. Теперь поднимаю автомобиль. Так, но здесь плохо все видно. Видно, что ролик у нас развалился. Теперь его надо каким-то образом вытащить оттуда. Наверное, придется снимать шкив коленвала. Так, ну пробую сейчас пока вытащить. Камера будет мешать. Потом покажу, как вытащил. Вытащил вот таким образом. Открутил от него амортизатор с двух частей. Когда я его смог повернуть, вытащил болт. А потом ролик с жопой наперед вот так вот развернул. И вот этой втулкой я вытащил сюда. Вот он. Выработка на ролике на самом, на пластике. Вон какая большая. Шуметь он не шумит. А вся проблема вот в этом натяжителе. Он сломался. Его даже сточило и загнуло на бок. Он уже не работал. Он стучал. Стоял он вот так вот под углом. Здесь все полностью разбило. Да, втулка упала. Что-то не вижу, куда-то улетело. Гнездо разбитое и втулка металлическая стояла. Она в резиновой отбойнике. Даже на втулке набила. И также с обратной стороны. Вот она втулка вся ходуном ходит. Сейчас я ее вытащу. Вот она. Тоже оторвана от амортизатора. И тоже набитая он с одной стороны. Новый ролик оригинальный. 67-12-00-370. Вот такой вот ролик. Здесь вот как видно втулка стоит неподвижно в резиновой. Откручиваю амортизатор от ролика. И завожу его на... Открутил амортизатор. И завожу ролик так, как я его снимал. Поднимаю вверх. А там уже разворачиваю его. Подсунул ролик. Развернул. Центральный болт ставил. Наживил амортизатор. Натяжитель. То есть, но с натяжителем я его завести не смогу. Придется его наживлять, а потом уже подлазить с этим болтом. Наживил я ролик, вот как видно его. Но сам механизм натяжителя уже буду ставить непосредственно на месте. По-другому он не ставится. Все. Установил амортизатор, затянул. Сзади болт на 13, головка. А здесь шестигранник Т-50. Не шестигранник, а бита Торкс Т-50. Короткой битой закрутил. Ставлю на место ролик, который снимал вот этот нижний опорный. Торкс Т-50. Ну честно говоря, очень неудобно менять ролик. Натяжной механизм. Придумали конструкцию. Что нужно, если по-хорошему, то снимать двигатель. Опустить его. Закрываю крышку. Накидываю ремень. Ремень. Размер 6 ПК. 1980. Фирмы Кантитэч. Все. Вот он, натяжитель через удлинитель. Головку на 19, вернее накидной ключ на 19 накинул. И сверху последний ролик, на который я накидывал, это ролик гидроусилителя. Теперь отпускаю натяжитель. Проверяю, что ремень стоял везде по ручейкам. И заведем, попробуем, как будет работать. Так, посмотрел. Ремень по ручейкам стоит. Запускаем, пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ролик натяжителя почему-то очень сильно гуляет, но этот звук все равно остался, надеялись, что этот звук натяжителя Ладно, будем искать дальше что звучит, как неприятно Звонкий звук, все-таки как я и боялся быстрее всего это в двигателе внутри Завели автомобиль без ремня и этого закатания нету Что-то из навесного долбасит так сильно Непонятно что может быть, будем искать? Разобрался, в чем дело, оказывается, на 100% не уверен, примерно 99% Это шкив генератора, он с обгонной мухой стоит И вот это дергание на натяжителя как раз он создает Чуть позже закажем и поменяем его Потому что без ремня работает мягкий двигатель На этом все Замена натяжного ролика я произвел Предстоит замена отгонной мухой генератора Всего вам доброго Износ на ролике от ремня приличный Автомобиль там что-то 80 тысяч что ли пробег всего Вот этот натяжитель его вот так вот и перегнуло Вот он работал под таким углом Пружина сжата была прилично Но и втулки здесь обе разбиты Здесь эллипс и здесь эллипс И сами втулки металлические Но они не металлические Быстрее всего алюминиевые Тоже разбиты Поэтому он работал Стучал Вот такие вот дела Вот такие вот дела